Рисуете параллелограмм и на верхнем его основании рисуете равносторонний треугольник. Представили? На вот этой вот стороне тоже рисуете равносторонний треугольник. Все значения такие же, как на предыдущем чертеже. Параллелограмм АПЦД, здесь у меня точка У, здесь у меня точка Х. И теперь задача. Докажите, что треугольник АХЮ равносторонний. Чем отличается эта задача от предыдущей? Тем, что там был квадрат, а здесь произвольный параллелограмм. Между прочим, придете домой, очень советую заставить всю вашу семью, при помощи там живой диабет, или там любой другой программы, нарисовать эту картину. Это действительно красиво и интересно. Дан произвольный параллелограмм. Ничем не пользуется, кроме признака ТВ и треугольника. Решите, это завершательная задача. Потому что, когда квадрат и треугольник, в правильной меру страна, конструкция была вектором смысле единственная. То есть она, конечно, зависела от размера квадрата, но если вы один раз провели отрезок, то дальше все автоматически рисуется. Квадрат, треугольник, треугольник. А вот таких конструкций, их уже бесконечно много. Потому что параллелограмм бывают разной формы. Вы берете любой отрезок КВ, берете любой отрезок КТ, между ними любой угол, и рисуете такой параллелограмм. Оказывается, в любом случае, треугольник А, Х, Игри, будет равносторонним. Пожалуйста, порешайте, порисуйте. Уверен, что с первого раза картинка у вас получится еще хуже, чем у меня. Да и у меня получилось не очень красиво. В общем, довейтесь, действительно красиво. Кстати, советую использовать несколько цветов. Это иногда полезно, да? Параллелограмм можно использовать один цветов, треугольники, настройки, нити. Это очень интересно. Как вам плохо так делать? Какие один цветов, одним, какие-то разные. Довейтесь в понятности и красоты. И применяйте признаки конкурентости треугольника. У вас обязательно все получится. Рисуем. Потому что если мы ведем через эти точки линии, тогда у нас появятся три треугольника. Какие три треугольника? Это Y, X, C. Y, X, C. И есть такой треугольник? Так, давайте я его записываю. Итак, X, C, Y. Один треугольник. Давайте я вам даже нарисую сразу. Так, треугольник X, C, Y. Есть еще какой-нибудь? X, B, A, X, B, A. Так, треугольник X, B, A. Треугольник X, B, A. Есть такой треугольник? Еще? Нет. А, D. А, D, Y. Конкруентный. Господа, на самом деле он абсолютно правильно назвал эти треугольники. Давайте я их заштрихую. Будьте добры доказать, что это действительно конкурентные треугольники. Докажите, что эти три треугольника... Все понимают, что как только мы докажем, что заштрихованные треугольники равны, то задача полностью будет решена. Потому что что такое равносторонний треугольник? Это значит, что треугольники A, Y и X, Y все одинаковые длины. Ну, да, это же и есть отрезки вот этих вот A, Y, A, X, X, Y. В трех графах треугольниках это соответствующее отрезки. Значит, достаточно доказать конкурентность A вот заштрихованных треугольников. Так давайте. В том числе, значит, страна X, B равна стороне C, C. Как мы знаем, что страна B, A равна стороне C, D и Y, C. Значит, вот давайте, что у них? У них есть отрезок X, C и отрезок X, B. Понимаете ли вы, что X, C и X, B это одно и то же? Да. Потому что это, смотрите, X, C это вот в этом треугольнике, X, B вот в этом, но они равны, потому что здесь треугольник двух сторон. Отлично, что у них еще есть общего? Да. Нам нужно применить какой-то признак В. Что у них еще? Есть одинаковые? Одинаковые двух сторон А, B и C. Отлично. Здесь это называется отрезок В, А. Здесь это называется отрезок C. Объясняю почему. У полеонограммы положенные стороны равны, значит, все включает. Этот отрез равен этому, а этот равен этому. Хорошо. А у них? Недостаточно равенства двух сторон. Еще нужен угол. В данном случае надо доказать, что угол C равен двух B. Как это сделать? Давайте я вам скажу на картинке, где угол C. Угол C это вот этот. Угол B это вот этот. Понятно? Надо доказать их крайне. Сможете? Здесь у нас угол C. C это имеется в виду X, Y, C. Ой, нет, X, C. А здесь у нас угол B. Это X, B, A. Надо объяснить, почему они равны. То есть, вот это вот было очевидно, и то, и то, а это мелочи. Позадите. Кто объяснит равенство угол, сделает очень важный шаг в решении задачи. Потому что он, соответственно, докажет эту вероятность внутри угол. Да. Почему же угол X, C, Y по величине такой же, как X, B, A? Потому что если бы в сторону по реалорарма повернуть в 90 градусов, чтобы угол в 90 градусов, тогда... Вот это уже нечестно. Потому что, понимаете, вы говорите о том, что это значит, верно, но вы это не доказываете, что это так. То, что очень часто не получается, это повод нарисовать заново. Господа, когда я рисовал, обратите, пожалуйста, внимание. Я здесь, вот этот вот угол, на самом деле, мог нарисовать больше, чем 60 градусов. Я могу его нарисовать, как я его нарисовал, маленький. Но вот если бы я здесь нарисовал в точности 60, что бы у меня произошло здесь 60, 60 и 60, что бы получилось? Слелоиду. Слелоиду в одну прямую, правильно? А раз слелоиду в одну прямую, значит, уже не треугольник, а просто отрез. То есть на чертеже ничего не видно. Господа, часто бывает, что после того, как нарисовал чертеж, его приходится перерисовывать. Между прочим, этим компьютер выменее, чем рисовали на бумажнике. Потому что, когда вы сделали чертеж на компьютере, вы там чуть-чуть подвинули точку, и он у вас как бы, он живой. Она не зря называется живая диаметра. Когда вы рисуете на картинку, вы можете потом ее сами двигать и смотреть не один чертеж. В старые добрые времена компьютеров не было. Всегда говорили, в любой задаче рисуйте несколько чертежей, чтобы увидеть, как эти точки соотносятся. А вот эта идея, что я нарисовал чертеж, у меня там все слилось, и поэтому решать задачу не буду, ну это совсем буду. Так, я, заметьте, угол С взял не просто достаточно больший, а даже очень больший. Так, здесь вот у меня несторонний треугольник, пункт Л. У меня получился недостаток, примерно такой, за который я вас рисковал. То есть у меня вот эти точки почти на одной прямой. Ну ладно, что буду перерисовывать. Итак, здесь АВХ, здесь у меня точка У. Давайте рассуждать, что получается. Получаются такие треугольники. У с АХ это вот такой вот треугольник. АДУ это вот такой. И АВХ он вот такой. Ребят, вполне, вполне ничего. Только если на том чертеже у меня в треугольник ХЦЦЪ вот так вот так, то здесь он наоборот в этой стороны. И все равно, например, на том хотите чертеже, но все это прикажет. Хорошо. Кстати, на одной неприятности, что у нас плюсы диаметрии, что иногда бывает, что формальное условие задачи одно, а чертеж может выглядеть по-разному. Вот есть разные способы. Или рисовать несколько картинок, и на каждой из них разбирать как что-нибудь. Или иногда бывает, можно придумать такое рассуждение, которое охватывает. Все ситуации. Ну, в общем, пара с этим можно бороться. Но, в принципе, как-то с этим бороться надо. Да? То есть треугольник СБХ равноведренный, а углы креохнования равнее, значит, углы сфера равноведренный. У меня ХЦЦЪ – это весь этот большой угол. И ХЦЦЪ. Вот этот угол. Речь идет о вот этом и вот этом. Чему они равны? Нет, я не могу. Нет, послал. Давайте вот это картинка. По сути, картинки одинаковые. Так, давайте докажем, что это равна этому. Это вычислительная работа. Вот давайте я у нашего правилограмма вот этот угол обозначу альф. Вышим. Угол Д, А, Б, скажите, пожалуйста, тогда у правилограмма какие будут остальные углы? Вот здесь вот альфа. Здесь сколько будет? Неверно. У нас есть прямая. Есть две параллельные прямые. Что можно сказать о вот этом угле? Он равен альфа. Он равен альфа. А, Б, Б? 180 минус альфа. 180 минус альфа, конечно, господа. Общий угол. Совсем-совсем здесь – это 360. А вот такой угол, половина от 360 – это 180. Отлично. Здесь сколько? Альфа. Здесь сколько? 180 минус альфа. 180 минус альфа. Будьте добры, быстро себе такое чертежно рисуйте, потому что, конечно, это надо знать. Итак, поехали. Альфа 180 минус альфа. Ну, это мне неинтересно сейчас. Вот это альфа. Так, теперь вычисляем угол y, c, x. Итак, угол x, c, y состоит из следующих кусков. 60 градусов альфа и 60 градусов. Прямо как и пишем. 60 альфа и x60. Все, я написал угол y, c, y. Теперь другой угол, который мне нужен. x, v, a. Проверяем. x, v, a. Это x, v, a. Народ, вы помните, что у меня здесь вот 180 минус альфа, а здесь у меня 60. Значит, надо взять от 360 отнять 180 минус альфа и еще отнять 60. Так, кто умеет от 360 отнимать 60? 300. Значит, надо так и писать. 300 минус 180 плюс альфа. Так, 300 минус 180, сколько? 120. Значит, здесь получилось 120 плюс альфа. Народ, а здесь тоже самое? 60 и 60, это тоже 120. Господа, я доказал, что у меня есть этот треугольник. Доказал? Доказал. Отлично. Теперь смотрим на вот эти два треугольника. x, b, a и a, d, y. Ну, опять, x, b и a, d, они равны. Дальше, b, a и b, a, b, a и d, y. Они тоже равны. Понятно, почему, да? Потому что d, a, это вот этот отрезок. Сейчас. А d, y, это... Это... Сейчас, не отработается. Это... Это... А d, a, это вот этот, помеченный двумя штучками. А d, y, вот этот, но он равен равносторонним треугольник, вот этот. А противоположный сторон параллограмм и равна. Все отлично. Значит, со стороны все в порядке. Теперь надо смотреть на вот этот вот угол. Слушайте, а ведь здесь тоже самое. 360, надо отнять 180 минус альфа, отнять 60, ровно как в этой ситуации. Значит, здесь получится та же самая личная. Ребята, у таких вот действительно симпатичных картинок я не знаю, конечно, не одна и не две, а очень много. Спасибо.